Если кто-то попал в трудную жизненную ситуацию, то не стоит опускать руки. Как говорят, дорога ложка к обеду. Помочь нуждающимся вполне может государство. Практика оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта хорошо зарекомендовала себя. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными людьми и семьями, доход которых не достигает регионального прожиточного минимума. После его заключения государство обязуется оказать социальную помощь. Получатели, в свою очередь, берут на себя обязательства пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Задача государства – помочь людям встать на ноги. Помощь оказывается по четырем направлениям – поиск работы, предпринимательская деятельность, введение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. В первую очередь, это касается малоимущих семей с детьми. Мы встретились с начальником отдела по вопросам мер поддержки и социального обслуживания отдельных категорий групп населения, Управления социальной защиты населения Еленой Бондаренко, с тем, чтобы она рассказала о практике применения соцконтрактов в Славянском районе. В прошлом году на эти цели было выделено 25 миллионов рублей. Удалось заключить 267 социальных контрактов. То есть граждане у нас смогли, 161 гражданин заключил на поиск работы, 8 граждан заключили социальный контракт на введение индивидуальной предпринимательской деятельности, 18 жителей нашего района смогли получить данную поддержку на введение личного подсобного хозяйства. И 80 семей у нас смогли улучшить свои жилищные условия, получив данный вид выплаты на обустройство. В 2022 году муниципалитету выделено 27,5 миллионов рублей для заключения 230 социальных контрактов, 120 по линии поиска работы, 40 на предпринимательскую деятельность, 20 на введение личного подсобного хозяйства и 50 на иные мероприятия. По предпринимательству поддержку получают очень разнообразные виды деятельности. В этом году у нас расширен вообще спектр деятельности индивидуальных предпринимателей. То есть у нас уже на сегодняшний день 40 социальных контрактов из квотируемых 40 уже заключено. И в этом году у нас очень интересные такие у нас были социальные контракты. Это вышивка на футболках, это грузоперевозки, это курьерские доставки. Интересно, женщина приходила, получила на социальный контракт на пошив сумма кошельков, то есть собственными руками это все делалось. Есть и реальные изменения в нынешнем году, и о них нужно знать. Категории семьи, которые могут претендовать на получение материальной поддержки в рамках мероприятия на преодоление трудной жизненной ситуации при приобретении предметов первой необходимости, немножко сужены категории. То есть в прошлом году такую материальную поддержку могли получить многодетные семьи, где воспитывалось трое детей до 16 лет. В этом году с мая месяца на такую помощь могут претендовать многодетные семьи, где воспитываются 5 и более детей. Кроме того, увеличена сумма социального контракта на предпринимательство и личное подсобное хозяйство на 100 тысяч рублей. И еще есть новое в практике. По старому порядку мы могли гражданину оказать материальную поддержку в рамках соцконтракта только спустя 12 месяцев после истечения срока действия социального контракта. То в этом году в связи с изменениями, как для ведения личного подсобного хозяйства, так и для индивидуальной предпринимательской деятельности, граждане могут вновь обратиться за данным видом помощи, не дожидаясь истечения 12 месяцев. То есть они могут продолжить. Основная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия для преодоления бедности. Государство идет на серьезные траты, чтобы протянуть руку помощи. После заключения социального контракта государство обязуется предоставить денежную выплату. Получатели, в свою очередь, берут на себя тоже весомые обязательства. И выгода здесь обоюдная. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова